Отличная погодка, морозный денек. Чтобы посмотреть красоты местных химин, отправляемся в путешествие на снегоходах. Компания Хольские экспедиции. Предложений таких по Кировску около пяти. Маршруты самые разные, но мы выбрали вгонять до базы МЧС. Маршрут протяженностью четыре часа. Стоимость одного снегохода на двоих стоит шесть с половиной тысяч рублей. Если брать снегоход отдельно на каждого человека, цена будет по семь с половиной тысяч рублей за одно место. Вот в таких сейчас мы в скафандрах поедем. Моща. Потому что минус четырвадцать. Я чувствую, что в обычной одежде, конечно, на скорости подохребеешь. Инструкция по управлению снегоходом. Основной элемент управления снегоходом. Руль, газ и тормоз. Я думаю, что этого достаточно. Девушки, если вот мерзнет, можно и второе компенсировать. Тепленькая снаряга. Ждет нас. Сейчас, какая, делимся. Путь 39-40. Нет, нет. Ну, а сейчас, так, у вас 38. 38, сейчас я принесу. Так, 41 у кого-нибудь есть? Начался, короче, кипиш. Все хаотично разбирают снарягу. Снаряга, штаны. Ха-ха-ха-ха. Нормально? Да. А что ж я, надо сказать, посмотри. В общем, вот так вот, как все дела выглядят. Здесь, по крайней мере, тепло. Все готовы. Вот тут наша команда выстроилась. Какой под зоной у тебя будет? Сова. Сова, я Байкал. У нас на два гида группа. Соответственно, нам надо поделить на двое. Я готов взять вот пять снегоходов. Итак, друзья, значит, представлюсь. Для начала меня Игорь зовут. Буду вашим гидом-инструктором сегодня. И хотел бы сказать основные моменты безопасного передвижения на маршруте. Чтоб снегоход заехал, не завалился на бок. Соответственно, я рисую вам эту траекторию от вас. Требуется ее просто повторить. То есть, с другими словами, ехать по моей лыжне. Можно ехать стоя, можно сидя, как вам удобно. Если у нас положение стоя, то руки должны быть полусогнутые, ноги также полусогнутые. Газ, тормоз. Положение руки у нас вот такое. Максимальный обхват, когда у нас рука максимально близко к рукоятке. Большим пальцем мы нажимаем на газ. Соответственно, что касаемо левой руки, у нас она постоянно в полном обхвате находится. Только лишь, когда нам необходимо притормозить, мы размыкаем руку, кладем ее на тормоз и нажимаем тормоз. Поедем на белом коне. Вот оно. Оля что-то уже вообще опробовала органы его управления. Десятый. Так что, Оль, какой у нас маршрут-то, куда мы поедем? Маршрут называется «Очарование Коэль-Пора». Мы поедем через озеро, через какой-то там привал на оконечная точка. Это база МЧС. Интересно. Посмотрим, как там МЧСники живут. В общем, написано в описании, что протяженность маршрута 45 километров. По карте посмотрел до базы МЧС примерно 25. Ну, то есть, наверное, по дороге 25, а значит, у нас же какая-то своя будет сейчас трасса. Короче, наверное, в один конец 22,5 километра и обратно столько. Когда вы ее держите фалангами вверх, вы руль не держите. Вы только газ нажимаете вот кончиком пальца. Это не контролем. Вот так вот в полном обхвате у вас управление будет жетче. Полный контроль! Интересно, это точно безопасно вот сейчас с таким водителем? Ну, что, довезешь меня? Да. Команда готова к старту. Ну, что, как называться-то будем? А? Название, предложение нашей команды. Название? А вот эти барсы какие-то снежные, я не знаю. А вот и белые кролики. Белые кролики, отлично. Следуй за белым кроликом. Это наш девиз. Вперед! Белый кролик. Следуй за белым кроликом. Ты, белый кролик, главный. Программа должна была начаться в 2 часа дня. То есть, это время, которое было озвучено нам. Мы приехали, пока инструктаж, пока вот снаряга. В итоге время уже 3 часа дня. То есть, как вариант от тех 4 часов, которые вот нам сказали, что это будет по катушке. Будет значительно меньше их по времени. Посмотрим сейчас. Ну, прикольно, кстати. Для тех, кто боится управлять снегоходом, есть вот такой вариант. Вот такой автобус прицепляет крат-рапу и везут тебя по красивому пистану. У нас 5 там снегоходов. У каждого, если дистанция будет 15 метров, несложно посчитать, сколько это. А мы почему-то на полкилометра растягиваемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы догнали нашу первую группу. Белые кромики вперёд! Видимо, сейчас будет остановка. Иди, 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 иди! Всё, сдали! Мы сдали, набрала! Оленья гора находится в правой стороне от вас, муки-свум-чёр, чёр, окончание, это плоская гора, плато. А горы, оканчивающиеся на пор, это... Вот, собственно, гора, почвом-чёр, она, ну, в переводе, как бы, грубо говоря, это острая, вершина, не плато. То есть, с танского языка, чёр и пор, это всё горы. Вот, собственно, эти два горных массива здесь образуют так называемые входные ворота. Здесь зона повышенной турбулентности, довольно-таки сильные перемёты происходят. То есть, вот здесь, вот, там, яма четырёхметровая занесена. Проехали полчаса, перевал, куки-свум-чёр. Здесь маленькая остановочка, поклонный крест. Первая группа поехала дальше. Ну, а мы остановились чуть пофоткаться, осмотреться. Прикольное, конечно, местечкость. Здесь дует холодный ветер. Едем примерно со скоростью 40-50 км в час. Сижу пока сзади, Ольга рулит, снимаю. Хочется пристегнуться, если честно. Так, мотыляет немножечко на нём, особенно на кочках. Ну, а так, конечно, очень красиво. Остановка была буквально на три минуточки. Еле успел сбегать до креста, посевать. И меня уже позвали обратно. Закинул камеру, и всё, его снова гонит. В общем, у нас народ отстал целых три снегохода где-то. Короче, ненастоящие белые кролики. Это, видимо, ненастоящие белые кролики отстали, да? Да. Уже прошло пять минут, как уехал наш инструктор искать отвалившуюся часть нашей команды. И никого, видимо, ещё и не нашёл. Так что это, конечно, мощно. Мне даже интересно, куда они смогли так повернуть. Блин, ехали с дистанцией 15 метров друг от друга. Вот как умудрились. То есть, вот они, конечно, инструктора. У них уже такой вот опыт работы с народом, который как-то так вот себя ведёт. В шоке, наверное. Всё можно ожидать. Поэтому вот инструктаж надо внимательно как бы слушать. Прошло, кстати, 55 минут с того времени, как мы стартанули с базы. Началась вот такая уже здесь растительность, куча деревьев. Вначале же вообще ехали лысый был перевал, да? Всё, тут теперь уже прям деревья. Так что хоть изменилась немножечко картинка. Ну, ничего, я говорю, нормально, интересно. Единственное, что вот, кстати, по поводу температуры и вообще ощущений, что плови холодно, куда-то задувает под шлем. То есть, если его до конца закрываешь, забрало, то оно сразу же потеет и замерзает. Держишь его чуть-чуть по открытым, вот эти вот ручейки холодного воздуха проникают под шлем, вот так бодрят, бодрят. О, нашлись, едут. По коням! Ну, теперь народ, который склонен к потерям, едет после инструктора, а мы уже едем, соответственно, третями. Да, мы так точно потеряемся от него. А вот и база МЧС. Вряд ли. Руки вверх! Вы что не едете? А куда ехать-то? Я не знаю, он остановил. 15 метров дистанция. Он просто сказал стоять. Я вообще не понимаю, что происходит. Он вам выговором сейчас, наверное, дает, выговаривает. Ты по какому хрену-то сошел сложнее? 15 метров дистанция. Короче, оказывается, ребята упали на повороте. Вот, и он сейчас рассказывает, собственно, как нужно делать, чтобы больше не падать. Короче, здесь столько табличек. Хоть куда. Команда белых кроликов. У-ху! У нас отдых 30-40 минут. Здесь на базе МЧС. На базе МЧС. Сейчас похалываем. И поедем дальше. Будем подниматься куда-то туда, на гору. Откуда будет вид сосмотровой. Вот, на все вот это вот прекрасное хозяйство. Здесь гостиница. Здесь я вас помошу. Ну что, боец, воняешь? Да. Или хоть это... Прикольные, да, сплакансулы? Это, конечно, не чудо. Оригинально. Приехала вторая группа народу. А сейчас, кстати, пойдем обедать. Стоимость экскурсии был включен обед. Причем, вон, все по всему, там полный какой-то... Сейчас осложимся пока в территории. Еще не достроено. Ехали хорошо, с поворотами по снежку. Сейчас поедем как пенсионеры. Да, из-за того, что народ перевернулся там на снегоходе, инструктор сказал, что теперь поедем дальше как пенсионеры. Скажите, вот, спасибо. Печаль. Такая же, короче, хрень была в Египте. Как-то гоняли на квадроциклах. Там, вот, стартанули нормально, бодренько. Думаю, ой, нормально. Я вообще думал сюда эти экскурсии такие унылые. И тут чувак налетает на камень. Квадрик переворачивается. Египтяне в шоке. Все, дальше еле ехали. Табака, тебя как зовут? Никто не знает. Контрольно-спасательный пункт Коэльпор. Болт погоды. Болт мокрый. Идет дождь. Болт сухой, дождя нет. Болт отбрасывает тень. Ясно. Болта не видит на туман. Болт в белом снеге. Болт уходит вверх-вниз землетрясение. Болта нет. Обновление данных. Помните же все, наверное, Панксатоне. Такое местечко, где, собственно, Сурок предсказывает погоду. Как в одноименном фильме День Сурка. Здесь такой же дом Сурка. Находится он в 25 километрах от Бурманска. Вот здесь живет, наверное, тоже какой-то Сил или Седя Сурок. Погода-предсказатель. Вот доброе напутствие тому, кто хочет сходить. Туалет типа сортир, видимо. Местейще, конечно, зашибился. Здесь, наверное, летом очень круто. Что там? Вот баня и прорубь. Баня и прорубь. Шикардос. Ну не прорубь, а река. Вообще. А вон следы чьи-то. Следы кого-то, кто приходил помыться в баньку. Да, занырнула бы прорубь, а что скажешь, ты нольбрусь-то в том году. А в колено. В том году к нольбрусь-то ныряла. Мне кажется, и сейчас бы справилась бы. И везде рога на домах. Квад-тур, да, какой-то? Нет, это тур-клуб. Просто мы организовались и выехали на неделю в Хибины. Вот мы три дня живем здесь, и потом четыре дня еще. Стабилизатор. Видать, охренелось. Мороза. И еще тут постоянно вырубается. Так что, конечно, так. Приятного мало. Собака не замерзака. Кость обглодака. Место принятия пищи. Сейчас глянем, сейчас просто запотеться, наверное, опять. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, вкусненько? Да. Так, а что мне где брать, куда сходить? Вот, все готово. А вы, если много снимать будете, так и не поймете. Да. Вы сказали 30-40 минут. У меня все ходы записаны. Так, бульончик. Макарончик. Оленинка. Оленинка. А что, он меня нацеловать хотел? Да, 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 да. Привет. Заходи. Кофе перед два раза прошло хорошенько. Ну что, Оль, где мы? Ну я так поняла, вот здесь вот где-то. Вот сюда все тыкали пальцем, судя по всему. Отличное местечко, подкрепились, набрались сил. Сейчас идем на смотровую площадку. Там, надеюсь, получится прилетать на коптере. Суровые северные качели. Молодец. Молодец. Я молодец. Суровые северные качели. Одни, кстати, уже все. Не выдержали. Зато падать невысоко, если веревки оборвутся. Ну расскажи в двух словах, что, как тебе управление снегоходом? Управлять снегоходом достаточно, вроде бы, просто, а с одной стороны тяжело. Очень тяжелый руль. Его надо наклонять весом тела. Не просто руль поворачивать, а наклоняться телом. И устает палец, который нажимает на газ. А так, в принципе, тормоз нужен, если только остановиться. А так можно отпустить газ, и он останавливается. Идем. Нас ждут уже. Побежали. По коням. Едем на обзорную площадку. Ты готова? Да. Поехали. Поехали. Солнце уже садится начинает. Да тут уже аншлаг. Может, надо было его там, внизу откалибровать? Ну кто его знал, что он опять что-то захочет? Дружок, ты полетишь? Нет? Он полетит? Блин, я надеюсь. Да. Спасибо. Вот смотрите, опять короче у нас какие-то непонятки, почему-то. Снегоход номер 14 максимально приблизился к снегоходу номер 17. Налицо несоблюдение дистанции. А мы кстати вернулись на базу МЧС, потому что нам надо что-то забрать. Не нам, а инструктору. А, Саня должен забрать. Что скажу я вам по поводу управления этим средством транспорта. В общем, когда едешь медленно, то руль тяжелый. Тяжелый и от него отдача такая, будь здоров по рукам, руки устают реально. Вот, а если это достаточно ровная вот такая вот трасса, то едешь быстро и вообще клево. Вот маневрный, легкий в управлении. Мы в Хибинах. Здесь круто. До города 25 километров до Кировска. База МЧС. Прикольно здесь, конечно, народ живет. Вахтует, наверное. Ну, кстати, здесь можно остановиться, снять номерочек. Полторы-две тысячи рублей нам сказали, он будет стоить. Есть банька, там пророк. Протарина такая в реке. Ну, прикольно. Вот. Кстати, проблемы с дроном, скажу я вам. Постоянно выдает калибровку. Требования от калибровки, значит, видимо, это связано с какой-то геомагнитной активностью. Я не знаю, повышенный магнетизм, как это еще можно назвать. Геомагнитная повышенная обстановка. Вот. Постоянно, короче, включаешь его, идет калибровка. Процесс такой занимает пару-тройку минут. Смотрите, люльки, короче, эти везут. Кто-то видел, следующие клиенты хотят с комфортом проехаться. Короче, самый кайф ехать 60 и больше. Но, к сожалению, до 60 мне удалось всего пару раз разогнаться. С учетом того, что я остановился. Первое предупреждение. Да, да, да. Ну, короче, вот да, ну хотя бы 50. Потому что 30-40, ну это прям вот... Это бескомфортная скорость и безопасная для всех. И то, как бы, мелкие шалости. Да, это понятно, да. Но я просто так вот чувствую, что 70-40. Я думаю, что всем должно было понравиться. Да, 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 круто. Не замерзли? Нет. Ну как, чуть-чуть там. Но сзади теплее сидеть когда. Ну конечно. Спереди так уже прям вдвое. Какого ты стоя, сколько едете? Ну вообще, представляете, мы ездим вот так вот целый день. Надо, кстати, выдавать какой-то на больший паечник. Потому что большой палец отмерзает. Он же не греется от ручки. Да, у меня вообще. Да? Большой палец от двух перчаток побег. Я, видимо, на перчатках побегу. Там одни? А у меня отмесли. А, ну вот, у меня... Вот, это спасло. Потому что так как бы, блин, холодно. Время пролетело быстро. Новый опыт. Всегда круто. Рекомендую.